Добрый вечер, дорогие друзья! Я вижу, что начали подключаться многие. Многие начали подключаться, да, счетчик идет. Я специально объявил по окончанию программы «Политик» о том, что я готов с вами продолжить в прямом эфире, потому что есть многие вещи, которые не успел сказать по бельцам, потому что смотрело нас очень много бельчан. Да, и я уверен, что наверняка есть вопросы и у других населенных пунктах страны. Поэтому, так как иногда не давали закончить мысль, хотя благодарен за то, что пригласили в прямой эфир, потому что сегодня практически, ну, редко кто приглашает. Так, Алексей звонит. Думаю, наберу после эфира. Так, вижу, народ продолжает подключаться. Ребята, сейчас приходит много сообщений. Так, ну что, начинаем или подождать еще минуточку. Так, о, пишет Александра Земцовская. Привет, Рина, привет. Привет, студентки МГУ. Давно не виделись и не слышались. Так. Что-то зависло или продолжает. Держал сейчас чем-то, сейчас закурил. Сейчас, правда, Greenpeace начнет шуметь. Ну что, сегодня не ругался в программе. Как бы мама просила не ругаться. Бабушка смотрела, давно ее не видел. Пишет и пишет. Так, ну что, дорогие друзья. Всем привет. Тем, кто смотрел прямой эфир и те, кто сейчас подключились к трансляции онлайн в Фейсбуке. Значит, хочу поблагодарить вас за теплые слова, за те комментарии, которые я получил в социальных сетях, в мессенджерах других, в разных. Значит, я не смог объяснить детально, потому что понятно, как бы было ограниченное время, касаемо моей отставки на этой неделе с примаром муниципия Беллс. Я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить всех бельчан, которые голосовали за меня, которые меня поддерживали все это время, поддерживали нашу команду. Ну а сегодня ситуация сложилась таким образом, что бельчан начали шантажировать через то, что одних заставляют уволиться, вторых заставляют уйти на больничных, третьих взять отпуск и так далее. Бельцах нужен человек, который будет находиться постоянно на месте, будет тех, кто заболел, лечить, тех, кто уходит в отпуске, если надо, отзывать, для того, чтобы в Бельцах был полный порядок. Полный порядок. Значит, нам не дали провести референдум, меня обвиняли в том, что я там цепляюсь за власть, любыми путями хочу остаться мэром города, поэтому специально был объявлен референдум с нарушениями каких-то юридических пунктов и так далее. Ребят, значит, они обвиняют меня, что я держусь за власть, бельчане смогут выйти 20 мая на досрочных выборах и проголосовать за кандидата, которого мы предлагаем, за кандидата, которого предложат наверняка социалисты. Может быть, у них будет общий кандидат с Плохотниковым, неважно. Для меня важно сегодня поддержать, продолжить то, что я начал в Бельцах, реализовать те проекты, которые мы начали. Для меня важно сегодня поддержать наших примарок, других населенных пунктов страны. Мы сегодня, нас ждет огромная работа, потому что, если мы проиграем в этом году в Молдавии ловить после парламентских выборов, если эти бандиты страну превратят окончательно в колонию, а все граждане Молдовы-врабов, которые должны пахать на заработках и отправлять домой, содержать тех, кто там остался, ну, как бы, ну, это, ну, я скажу, ужасный вариант. Поэтому все зависит от вас, зависит от ваших родственников, друзей, братьев, знакомых. Я буду бороться, буду продолжать то, что мы начали, но нужно сегодня уже с ними не играть, а нужно их начинать обыгрывать. Поэтому, чтобы не было спекуляций, не обвиняли меня в узурпации. Вот если Киртуака хотя бы на 50% мужик, он подаст в отставку, чтобы кишиневцы могли избрать своего мэра. Если был бы мужиком Дадон, после вот этих отключений на 5 минут и так далее, как говорил Воронин, вышел бы честно, как бы заявил о том, что из него делают там как бы куклу и как бы не это самое. И, ну, подал бы в отставку, понимаете. Поэтому я делаю этот шаг для того, чтобы реанимировать и ситуацию в Бельцах, и не только в Бельцах, а абсолютно по всей стране. Я хочу поблагодарить за работу, всю нашу команду в Бельцах. Я хочу поблагодарить всех тех, которые продолжают бороться, не опускают руки. Я хочу поблагодарить всех тех муниципальных советников, которые не ушли. Значит, я на тему Бельц отдельно в ближайшие дни выступлю. Было приглашение от Бельского телеканала БТВ, на котором мы поговорим о том, как сегодня преследуют муниципальных советников, как незаконно сегодня Плохотнюк использует инструменты и Демпартия по зачистке и уничтожению нашей партии в Бельцах. Как сегодня Плохотнюк пытается уничтожить в Бельцах многих журналистов. Как хотят посадить других, ни в чем невиновных, я уверен, людей, лишь бы запугать, но сделать так, чтобы другие боялись. Значит, у меня собрано очень много материалов. Значит, ну, естественно, я сегодня не смог, не успел, как бы, выложить абсолютно все. Значит, плюс, на дне, с которыми материалами нужно познакомиться, да, значит, вот документы. Знаете, думаю, сейчас, если часть показать, то как преследуются люди в Бельцах, каким образом, как публикуются дела. Давайте все это подготовим, кое-что нужно будет подкрасить, зачистить, там, чтобы не было, там, чьих-то, там, персональных данных и так далее. Но обо всем этом поговорим. Я обещал после прямого эфира с Натальей Морари опубликовать, значит, материалы, связанные с тем, что мы обращались и просили гемпрокурору Молдавии, этого теленка Бусюка, передать всем материалам Великобританию, что мы англичане расследовали и, как бы, вышли с заключением, кто виноват в том, в чем молдавские негодяи меня наши обвиняют. Плюс я, значит, сказал, что публикую запрос Румынии в Соединенных Штатах Америки и будем просить у их президента Румынии комментарий на эту тему. Значит, там не очень хорошо было видно, значит, это запрос, это запрос прокуратуры Румынии в Соединенных Штатах Америки своим, коллегам, где они пишут, запрашивают информацию о Плохотнюке, значит, о компаниях, связанных с ним, значит, значит, тут фигурирует компания Плохотнюка, здесь упоминается компания Виктора Бута, которая сидит в США за продажу оружия, значит, так, вот он, потому что Наталья Грила не видно, значит, это 9 страниц документов. Значит, это то расследование, которое пытается скрыть некоторые наши внешние партнеры, значит, я очень надеюсь, что это нам как-то прокомментируют. Так, значит, вот связано с компанией Аэроком Виктора Бута, в самом верху написано связь между компанией Плохотнюка, значит, это программ инвестор ЛЭ, from Republic of Moldova, was identified as well company Aэроком, enterprise which works, the traffic of guns, Виктор Бут. Так, значит, для тех, кто не видел, здесь они обвиняют Плохотнюка в организации преступной группы, которая занималась отмыванием денег, организована преступная группа, которую создал Плохотнюк, и также говорят о том, что его компания связана с компаниями Виктором Бута и продажем оружия. Так, вот подписано, значит, вы видите, румынскими прокурорами этот запрос, поэтому очень надежно господин, значит, Басевску и вообще официальные органы Румынии, я уверен, журналисты смогут сделать определенные запросы, значит, деятельность и расследование проводилось в течение пяти лет. На сегодняшний день, насколько я понимаю, оно продолжается, но это тщательно скрывается. Значит, они проводили расследование в отношении нынешнего председателя Днем партии Молдавии Владимира Плохотнюка, который на тот период являлся управляющим компанией ICS Петром Молдова-СА, зачеримое предприятие румынское Петром-СА. В рамках следственных действий прокуратура Румынии в 2005 году направила запрос Министерства юстиции США в отношении филированной с бизнес-структурами В. Плохотнюка американской компании Garland Global Corporation. В документе подробно описывается схема получения кишиневским олигархам через подставные фирмы пакета акций ICS Петром Молдова-СА и Викторию Банкоса. Также обращается внимание на то, что Бухарест располагает данными о причастности Владимира Плохотнюка как незаконная торговля оружия и операциями по отмыванию денег. Указывается на возможной связи с фирмой Плохотнюка программ Инвест.РЛ с под контролем осужденного США Виктора Бутуева. Авиационная компания Аэрокон. Власти Румынии и США почему-то скрывают сегодня это, поэтому давайте попросим, пусть всем это объяснят. Потому что то, что у нас там синдикаты киллеров, рейдеры и так далее, ну как бы понятно. Но тут, на самом деле, правда здесь, но у меня нет оснований не верить пока, как минимум, румынским прокурорам, которые запрашивали дополнительную информацию у своих коллег. Вот, поэтому мы имеем, то что мы имеем сегодня, я на самом деле, честно вам скажу, нахожусь в таком состоянии, ну немножко подавлено, потому что сегодня, если вернуться к теме Бельц, все-таки у нас были много прекрасных моментов с Бельчанами, понимаете. И Плохотнюк за то, что у меня все это забрал, забрал у меня возможность быть с Бельчанами, пожать им руку, продолжать то, что я начал. Когда я ходил каждый день на работу, здороваясь с людьми, общаясь с детьми, я, естественно, с огромной болью в сердце говорю о том, что я подаю в отставку с примаром муниципе Белос, но, ребят, не победив эту хунту на центральном уровне, я говорю про центральной власти, они не дадут, они будут душить любые инициативы в Бельцах. Мы не можем сносить сегодня из этой хунты ни незаконные постройки. Мы практически ограничены в наших правах, должны получать то, что они нам бросают кость, это я говорю про бюджет и так далее, понимаете. Поэтому я буду поддерживать наших на местах, но я сегодня должен заниматься только Плохотнюком и его бандитским режимом, потому что по-другому, как бы, ну, поймите правильно, как бы, ну, ничего не получится. Нужно, чтобы кто-то взял на себя эту роль санитара леса, чистильщика, и сегодня все то, во что я погружен, да, мне неприятно и не хочется во всем этом копаться, понимаете, тебе должны заниматься молдавские следователи, прокуроры. Благодарю всех нормальных полицейских, Сибаса, прокуроры, которые остались. Поехали, мы рады с пациентом труды, и фугарим, что это с башурой, если я кунду к войке, а если я дам пекилот слото скрипит, что на фараде дулаешь и евро, музыку паре лидеров, ну, вот, не имеет. Ну, что, ребята, молодцы. А можете про меня сегодня показывать все, что угодно и кому угодно? Моя главная задача избавить от вас, негодяя, страну, и я уверен, что я с этим справлюсь. Отдельно касаемо Бельс, того, что мы сделали, того, что мы не успели сделать, в наших дальнейших планах, значит, на днях увидимся вместе с вами в прямом эфире телекомпании БТВ. Значит, я, как я говорил, активно начинаю работать с диаспоры, приезжали, приезжало все руководство нашей партии в Москву на первой встрече. Сейчас группами будут приезжать все остальные, примары, координаторы и так далее. Ребят, огромное спасибо всем, кто идет вперед, те, которых прессуют, боятся и так далее. Ребят, ну, никого не держу. Потому что уничтожает Ваню, я не успел рассказать его ситуацию, Ивана, примара города Дандюшана. Ивана, порядочный парень, который взялся за работу, его предал заплетный по дороге, там, дурил всякую ерунду, ему рассказывал. Ваня не предатель, он не ушел, независимый, не стал подписывать декларации. Будут прессовать жестко. Он, по крайней мере, честно говорит, что я уйду с высотоку поднятой головой, откажусь от мандата, уйду не как предатель. Из-за этого Ивану и всем нашим ребятам, кто вкалывает, кто держится, Бельские коллеги, Кишиневские, все координаторы, все примары, городов, все, ребят, огромное спасибо. Вы знаете, что у меня сейчас не самый легкий период жизни, но я свой крест буду нести, до конца я буду нести столько, сколько я его могу. Останусь в конце я один с этим крестом, но ученые через сто лет разберутся, что было правильно и что нет. Поэтому, ребят, я вас люблю, всем хорошего вечера, движемся вперед, делайте, пожалуйста, репосты, те, кто смотрят сейчас онлайн. Мне важно, чтобы эта информация дошла до всех граждан страны. Надо будет выбрать какой-то день, чтобы все знали, вот там выходит иногда здоровой головой, иногда с больной макану. Ну, значит, я выберу какой-то день, тоже обозначу время, чтобы вы все знали, что в такое-то время, как бы, будет прямой эфир и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, там, ну, короче, во всех соцсетях, там, во всех мессенджерах, возможности, и так далее. Ребят, на этой ночи говорю вам доброй ночи. Молдова, спокойной ночи. Обязательно будет все у нас хорошо, но давайте подумать всю страну. Иначе эти рабовладельцы у нас просто кончат. Все, люблю вас, пока.